Добрый вечер, вы перевести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главных новостях. Услышать человека и помочь сегодня на сессии об итогах работы за 22-й год рассказал уполномоченный по правам человека Зарема Умалатова. Работы завершат в четвертом квартале. Тиберде началось строительство распределительных газопроводов протяженностью 5 километров. Противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к этому. Об эффективных мерах борьбы в репортаже вести. В Карачаево-Черкесии торжественно открыли межрегиональную экологическую экспедицию школьников России. 28 субъектов увлекательно проводят не в Тиберде. Сегодня в Доме правительства прошла очередная 48-я сессия Народного собрания. Депутаты приняли годовой отчет уполномоченного по правам человека, утвердили поправки в ряд законодательных актов, одобрили меры социальной поддержки некоторым категориям семей мобилизованных граждан. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Более 30 вопросов, часть которых касается внесения изменений в законодательные акты. В частности, об оказании бесплатной юридической помощи некоторым категориям населения. О проведении выборов муниципальные органы власти и так далее. Депутатам Народного собрания предстояло также утвердить ряд законопроектов и оценить работу уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии. В первых таких строках своего обращения хочу отметить, что именно поддержка главы Карачаева-Черкесии Рашида Боразбевича-Черкесия, его гражданская активная позиция дает возможность нашему аппарату и мне лично добиваться и защищать эффективно восстановление нарушенных прав. Зарема Малатова привела депутатам статистику нескольких лет работы по защите в регионе прав человека. Так, в 2014 году, когда она только заступила на должность уполномоченного, удавалось восстановить нарушенные права в каждых четырех случаях из сотни. Наметившаяся затем положительная динамика вылилась в почти шестикратное увеличение успешных дел. Кроме того, благодаря реализации федеральных и региональных проектов, в список наиболее частых видов обращений впервые не попала социальная сфера. При этом появились еще два направления – работа с обращениями от жителей новых российских регионов и граждан Украины, а также помощь участникам специальной военной операции, членам их семей. Мы добились того, что смогли по обращениям многим выплаты на федеральном уровне, все же были произведены. Даже есть один пример, когда мы добились вручения посмертно ордена мужества супругу женщины, которая к нам обратилась. Мы подключили аппарат Татьяны Николаевны Москальковой, подключили Госдуму. В результате нам нужен был положительный результат, мы его получили. Еще одним не менее важным вопросом в повестке заседания парламента значился закон об оказании мер дополнительной поддержки малоимущим семьям граждан, которые отправились на военную службу согласно приказу президента России. Комитетом по социальной политике представлен на утверждение законопроект, в соответствии с которым доходы мобилизованных от единовременных выплат учитываться не будут. Данный закон – это дополнительная социальная мера поддержки малоимущим многодетным семьям, члены которых призваны на военную службу согласно указу президента Российской Федерации. Там при расчете на душу населения, душевое, чтобы не учитывали, вычитывали оттуда и дневременное пособие, которое выплачивается военнослужащим, которые призваны. Артур Махцель Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в лишении свободы своей несовершеннолетней дочери. Она обвиняется в совершении преступления, незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. И вот комментарий следственного управления. Согласно установленным в ходе следствия данным, 7 января текущего года злоумышленница в ходе конфликта со своей 15-летней дочерью из-за ее непослушного поведения и отсутствия дома в ночное время, руководствуясь ложно понятными методами воспитания подростка, прицепила ее за ногу металлической цепью к трубе отопительной системы, оставив в таком положении на сутки. На следующий день пострадавшей удалось втайне от матери направить телефонное сообщение на номер своей подруги, которая сообщила о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Тиберде началось строительство распределительных газопроводов протяженностью 5 километров. Строительные работы будут завершены в четвертом квартале этого года и сразу приступят к подключению домовладений, готовых к приему газа на основании заявок на дугазификацию, отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Олег Дергачев. В настоящее время также продолжается строительство распределительных сетей в соседнем ауле Верхняя Тиберда. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 17-19, а днем 32-34 градусов тепла. К чему может привести взятка? Какая проводится работа в борьбе с коррупцией и какие меры по ее предупреждению со стороны сотрудников ГИБДД наиболее эффективны? Об этом рассказал руководитель группы по профилактике дисциплинарных и коррупционных проявлений в личном составе Госавтоинспекции Алексея Глушко. С ним встретилась Альбина Ламкова. Одно из приоритетных направлений деятельности МВД России – противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к этому. Наиболее эффективные меры по предупреждению подкупа со стороны сотрудников ГИБДД – внедрение технических средств, системы автоматической фото, видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, использования видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записей для получения государственных услуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использования официального сайта ГИБДД. В результате проведенной работы удалось снизить нарушение служебной дисциплины порядка 20% среди личного состава и снизить уголовные наказания в отношении сотрудников Госавтоинспекции. В проведенной работе за 6 месяцев с аналогичным периодом того года. Есть хороший показатель, в том числе и по снижению уголовных преступлений среди сотрудников Госавтоинспекции, снизился практически на 300%. Но, тем не менее, увеличился процент дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции, участникам дорожного движения на 60%. Далеко не каждый водитель слышал про контрольно-профилактические отделы ГИБДД. Тем временем, подобные структуры есть почти во всех региональных управлениях. Его основная работа – исключить коррупцию среди инспекторов, не допущение нарушений дисциплины и законности среди личного состава, а также рассмотрение жалоб от граждан, которые жалуются на действия сотрудников. В отделе по профилактике дисциплинарных и коррупционных проявлений в личном составе Госавтоинспекции работает три сотрудника. Добросовестность в работе – основная цель. Если сотрудники добросовестно выполняют свои обязанности, идет снижение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями в том числе. Хотелось бы отметить, что участники дорожного движения, которые дают взятку инспектору ДПС, являются такими же преступниками и подлежат уголовному наказанию. Какое уголовное наказание предусмотрено? От штрафа до трех лет лишения свободы. А штраф какой предусмотрено? Пять тысяч рублей. Все зависит от суммы дачи взятки. В рамках профессиональной подготовки по изучению нормативно-правовых актов, связанных с безопасностью дорожного движения, а также по дисциплине законности среди сотрудников ГИБДД, проводят комплекс профилактических мероприятий. На них разъясняют, какие могут быть наказания за тот или иной проступок. За получение взятки идет уголовная ответственность. И штраф от 15 тысяч. Там все зависит от размера. Суммы, которую дали сотрудники Росавтоинспекции. В настоящее время эту проблему решаем. Инспектора уведомляют о том, что их склоняют к даче взятки. После чего проводятся все процессуальные действия в отношении участников дорожного движения, которые склоняют к коррупции. Алексей Глушков в Госавтоинспекции работает более 20 лет. За это время система противодействия коррупции среди сотрудников органов внутренних дел совершенствуется. Меняются и ужесточаются правила дорожного движения. Предъявляется больше требований к сотрудникам. Повышается роль воспитательной работы среди личного состава с целью укрепления законности, обеспечения собственной безопасности. Самым главным среди перечисленного служит повышение профессиональных качеств сотрудников. Основная задача, которая стоит перед контрольно-профилактическим отделом ГИБДД, это обретение взаимного доверия между полицией и гражданами, отметил Алексей Глушков. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, чтобы соблюдали правила дорожного движения, что позволит сберечь не только свои жизни, но и других участников дорожного движения. А также пресекать все попытки сотрудников вымогания взяток. И также с их стороны не предлагать сотрудникам денежные средства или другие иные вознаграждения. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Корчаево, Черкесия. В Сибирде состоялось открытие 21-й региональной экологической экспедиции школьников России. 250 участников из десятков регионов России в течение двух недель будут знакомиться, обмениваться опытом и изучать комплекс авторских методик обучения. Подробнее расскажет Мурад Жанкезов. Межрегиональная школа «Учитель года» – это образовательный проект победителей и лауреатов всероссийских конкурсов «Учитель года» разных лет. Их работу координирует Министерство образования и науки России, Учительская газета и Фонд поддержки российского учительства. Основная идея проекта – создание выездного или палаточного учебного заведения краткосрочного действия, в котором обучаются школьники из разных регионов страны, а преподают «Учителя года» из тех же регионов. Учителя, которые прошли через конкурс «Учитель года» 22 года назад, решили, что мы не хотим расставаться. И была мечта такая – создать школу, в которой были бы такие условия, когда каждый учитель, ну, скажем, звезда. И дети, которые летом не очень хотят отдыхать, а хотят дальше получать знания, они с учителями вместе приезжают вот в такие вот экспедиции. Благодаря экспедиции, благодаря Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской республики, вот у нас открылась такая возможность. Мы за это очень благодарны и надеемся, что это будет очень плодотворная работа. За две недели ребята проведут большое количество исследовательских, проектных работ. Мы будем изучать местность, территорию, мерить радиационные фоны, гидрохимический мониторинг проводить, изучать растительный, животный мир, климат, территория, на которой работаем. И мы много-много-много других. У нас больше 30 научно-исследовательских программ. Ребята приобретут уникальный опыт полевых исследований. Два раза в год зимой и летом собираются команды, и каждая – это учитель года и группа школьников. Проводят экспедиции в разные уголки необъятной страны. В этом году для них свои двери широко распахнула Карачаево-Черкесия. Мы рады приветствовать вас в гостеприимной, многонациональной Карачаево-Черкесской республике. Очень символично, что в год педагога и наставника, в столетие образования Карачаево-Черкесской республики, у нас проходит 21-я межрегиональная экологическая экспедиция. Для вас будут открыты все двери. Мы постарались создать для вас все условия. Ну и, конечно, с лучшими эмоциями и впечатлениями вы вернетесь домой, и у вас появится новое желание приехать в нашу республику. 250 участников в течение двух недель реализуют краткосрочные интенсивные образовательные программы в педагогических мастерских по авторским методикам. Происходит обмен опытом лауреатов конкурса «Учитель года» и педагогической общественности принимающего региона. Во время экспедиции каждый из ребят приобретает уникальный практический опыт исследовательской работы в полевых условиях по самым разным направлениям. У нас сегодня была профориентация. Мы составляли проект по тому, кем мы хотим стать в жизни. У нас была адаптация мигрантов. Мы рассказывали, где мы находимся, традиции Карачаева-Черкесии, какие здесь есть кухня традиционная, праздники, какие проводятся. Например, мы узнали, что 25 марта здесь проводится Новый год. И мы составляли по этому проект. Для участников экспедиции отдел культуры Карачаевского городского округа подготовил и культурную программу с участием артистов и ростовых кукол. А закончится межрегиональная школа под введением итогов на научно-практической конференции. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Все как у людей». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова